Чувашскому государственному театру оперы и балета сегодня исполняется 60 лет. Это крупнейший культурный центр по Волжье. Его премьеры всегда становятся ярким событием не только в Республике, но и в России. А традиции, заложенные основателем и первым режиссером театра Борисом Марковым, хранятся до сих пор. Творческая жизнь театра началась 22 мая 1960 года премьерой национальной оперы Федора Васильева «Шевармань». За время своего существования коллектив создал более 160 постановок. Среди них оперные и балетные спектакли, оперетты и мюзиклы, музыкальные комедии и детские представления. У театра достаточно богатая история. И начиная с Бориса Семеновича Маркова, основателя театра, Каждый этап, каждый период был связан с выдающимися личностями музыкально-театрального искусства Республики. Это потрясающие режиссеры, дирижеры, балетмейстеры. Это блестящие солисты оперы и балета. И это, конечно, яркие премьеры. В театре за 60 лет сформировались замечательные традиции. Это проведение международных оперного, балетного фестиваля. Это фестивали опереты, фестивали чувашеской музыки, фестивали юной дарования чуваши. Это, наверное, самое прекрасное, самое удивительное, то, что у нас есть у человечества. Потому что, когда вы приходите в оперный театр, смотрите спектакль, слушаете великую музыку, вы не только восхищаетесь, сопереживаете героями, но с вами общаются те, кто жил 200, 300, 400 лет назад. Те композиторы, те гении человечества, которые оставляют нам свои послания. И самое удивительное, что, слушая эту музыку, вы сопереживаете. В конце спектакля вы уходите потрясенными. Я считаю, что это удивительное чудо. И приходите в оперный театр. Спасибо.